В Якутии Новый год начинается с хороших новостей. При поддержке президента России в республике развивают уникальные проекты в сфере здравоохранения. Совсем недавно был запущен мобильный хирургический центр. Так опытные хирурги из Якутска будут регулярно выезжать в районные больницы для оказания специализированной хирургической помощи и проведения практических мастер-классов для местных специалистов. Сегодня в рамках реализации стратегического указа главы республики о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития здравоохранения стартовал очень уникальный проект, который является логичным продолжением прошлогоднего, начатого в прошлом году, проекта регионального центра мобильных бригад. Новый проект, который анонсировала Айсен Сергеевич и который инициировала Айсен Сергеевич, он называется «Мобильный хирургический центр». Это проект, направленный на оказание медицинской помощи, именно плановой хирургической специализированной помощи на местах, именно в центральных районных больницах. В рамках инициированного президентом национального проекта здравоохранения в Якутии проделана серьезная работа. За прошедшую пятилетку в регионе построено рекордное количество новых медицинских объектов республиканского значения, таких как перинатальный и кардиососудистый центры, онкодиспансер. Особое внимание глава государства уделяет развитию первичного звена здравоохранения, самого близкого и доступного людям уровня медицинской помощи. Из-за сложной транспортной схемы не все жители наших районов смогут приехать в столицу республики, чтобы получить высокотехнологичную медицинскую помощь. Но сейчас такая возможность появилась, и все благодаря новому проекту, который так и называется «Мобильный хирургический центр». И в настоящее время первый десант врачей уже прибыл в Нерюнгре, и сейчас они уже начали свою работу. Мобильные хирурги в Нерюнгре на месте проконсультировали пациентов и составили план работ. В первый рабочий день они провели операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава и рентген-эндоваскулярное исследование. Также начались высокотехнологичные операции по травматологии, кардиологии, неврологии, коллапрактологии и рентген-хирургии. 15 числа к нам приехала хирургическая, мобильная хирургическая бригада СРБ-2. Приехало у нас 8 врачей, средний персонал всего 13 человек. Коллег мы встретили, разместили. И предварительно вообще работа началась у нас, конечно, практически с конца декабря. И, можно сказать, все январские праздники мы проводили подбор пациентов. Что значит подбор? По разным направлениям, которые нам необходимы в нашем районе, каких-то специалистов нет. Допустим, коллапрактолог. У нас нет такого специалиста, а пациенты есть, которые нуждаются в этой помощи. Соответственно, были подготовлены эта категория пациентов. Категория пациентов по травматологии, по сосудистой хирургии. Проведены были анализы, диагностические мероприятия. Всех пациентов дополнительно вчера специалисты СРБ-2 осмотрели. Был произведен отбор на оперативное лечение. Тем самым у нас построилась работа уже со вчерашнего дня. В первый день работы мобильный хирургический центр оказал помощь 76 гражданам. В поликлинике ведется прием пациентов. В состав мультидисциплинарной бригады вошли разноплановые врачи Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Мобильная бригада специалистов в рамках мобильного хирургического центра формируется в первую очередь из потребностей центральной районной больницы, то есть населения на месте. В данной ситуации в рамках нелюбинской центральной районной больницы потребность у нас высокая в травматологах, ортопедах, учитывая, что здесь имеется ангиограф, это наши сосудистые хирурги, плюс колопрактологи. Надо понимать, что помимо хирургической помощи непосредственно в операционной, мы также оказываем консультативную помощь и, соответственно, ведем отбор пациентов для госпитализации в Восплеканскую больницу номер 2. Не всех больных возможно соперировать на базе центральной районной больницы, поэтому этим отбором мы занимаемся. Вот уже со вчерашнего дня в рамках взрослой поликлиники нелюбинской больницы начал работать сосудистый хирург, врач-кардиолог, невролог. И уже есть первые пациенты, которые уже направлены в Республиканскую больницу номер 2 для оказания специализированной медицинской помощи. Врачи Республиканской больницы номер 2 и раньше регулярно выезжали в районные больницы Якутии. Оказывали необходимую специализированную хирургическую помощь пациентам, проводили консультации и мастер-классы. Вчера провели две операции церебральной ангиграфии. Эти пациенты, поступившие с диагнозом субраконидальной кровоизлияния, выявили аневризму у одного пациента. И планировали провести эмболизацию этой аневризмы. Но из-за сложной анатомии, самой аневризмы, наша методика, к сожалению, не была показана. Семен Афанасьевич Эверстова мы знаем с прошлого года. К нам приезжал уже, делился с опытом. Мы делали здесь операции на коронарных артериях, стентировали. И вот в этот раз он приехал к нам уже с мастер-класса. Будет проводить операции на периферических артериях, нижних конечностей. Вчера мы хотели сделать операцию на церебральных артериях, эмболизировать аневризму, взрывавшуюся. Было субраконидальное кровоизлияние, но там не было условий для эмболизации. И мы от пациента отправили на открытую операцию. Клипирование аневризмы в Якутск. Специалисты мобильного хирургического центра совместно с нерюнгринскими врачами провели большую работу. Это диагностика, исследование, отбор и подготовка пациентов, нуждающихся в помощи врачей из Якутска. На сегодняшний день нерюнгринская ЦРБ подготовили нам пациентов на амбулаторном этапе, из которых мы отобрали и оказываем медицинскую помощь. Специализированную медицинскую помощь на сегодняшний день, вот именно на этот час, получили около 160 пациентов. Это осмотр, консультации специалистов, таких как невролог, кардиолог, сосудистый хирург, травматологи и ортопеды, которые в свою очередь отобрали пациентов подготовленных на госпитализацию для оказания хирургической помощи. За вчерашний день нами прооперированы бригады хирургов с нашим анестезиологом, сопровождением анестезиологической бригады, которая приехала тоже из республиканской больницы номер 2. Прооперированы 5 пациентов. Вчера выполнена первая операция эндопротезирования на территории нерюнгринского района. На сегодняшний день пациент уже активизирован. Сегодня операции продолжаются. Также вчера на ангиографической установке нерюнгринской церкви выполнено высокотехнологичное исследование. Проведено два церебральных ангиографии сосудов головного мозга, по результатам которых выявили одного пациента, который нуждается в нейрохирургическом вмешательстве, у которого широкая шейка аневризма, которая только хирургическим путем будет ушиваться. Таким образом предупреждено развитие соборохноидального кровоизлияния или инсульта вследствие разрыва этой аневризмы. То есть пациент превентивно будет пролечен, прооперирован, направлен на нейрохирургию. То есть он уже уехал, этот пациент. Он сейчас уже в настоящее время госпитализирован в нейрохирургическое отделение республиканской больницы номер 2 Центра экстремедицинской помощи. В поликлинике каждый день на прием к врачам записываются более 50 пациентов. Несколько человек после осмотра направлены на госпитализацию в отделении неотложной кардиологии республиканской больницы номер 2 для более тщательного обследования и в неврологическое отделение для подбора препаратов и коррекции лечения. Мы приехали в составе многопрофильной бригады. В составе у нас есть травматологи, ортопеды, анестезиологи, также сосудистый хирург-практолог, рентген-хирург, а также невролог и кардиолог в лице меня. Мы приехали, чтобы оказывать консультативную и практическую хирургическую помощь населению района в плане расширения медицинской помощи оказываемой населению. Больше 30 человек осмотрено, выявлены пациенты, которым требуется помощь вне района, так скажем, даны направления в город Якутск, также в нашу больницу республиканскую и в кардиологическое учреждение республики. Состав медицинской бригады будет меняться от места к месту, в зависимости от того, какая именно помощь наиболее необходима жителям каждой конкретной территории. Что связано с этим проектом, это, конечно, оказание плановой хирургической помощи специалистами высокой квалификации с республиканского учреждения. И наши специалисты, помимо того, что они оперируют, они обучают специалистов на местах своих коллег для проведения такого уровня операции в последующем. Ну и, конечно, очень хорошо, что совместно мы с территориальным фондом отработали по развитию и по расширению на момент проведения операции. Мы разворачиваем коечный фонд, называется мобильный коечный фонд, по той потребности, которая есть именно у этой бригады для того, чтобы оказывать помощь. И на сегодняшний день вчерашние пациенты, которых прооперировали, они чувствуют себя в соответствии со сроками операции, но все соответствует тем моментам, которые есть. То есть, в принципе, неплохо. Новый проект уже получает положительные отзывы жителей Нерюнгринского района, поскольку обследования и операции проводятся на местах. Мне очень понравилось, как его приняли. Специалист очень хороший. И в этом плане очень хорошо, что нас вот направляют 19-го, мы ложимся в профосмотр, в больницу в Якутске. И полностью его будут проверять, койко-место дадут. Все удобно, все. Нам нравится в том плане, что мы с района, нам не надо гостиницу искать. Я привезу его, я положу его сразу в больницу. Его полностью там обследуют. И очень удобно, я так думаю. Врачи мобильной бригады повезут с собой в районы большой груз, включающий весь необходимый медицинский инструментарий, а также различные расходные материалы. И уже составлен график выездов на первое полугодие 2024 года. В первую очередь, конечно же, мы обращаем внимание на районы достаточно крупные. То есть там, где большое количество населения, есть возможность проведения специализированных таких высокотехнологичных оперативных вмешательств. Сейчас у нас Нюрюглинская центральная районная больница. Она выбрана не случайно для этого, как пилотный проект. Далее, в феврале месяце мы едем в Алданскую центральную районную больницу для работы. И следующая по этапу, третья, у нас Ленская центральная районная больница. А дальше уже мы будем распространять это на Мирный, Летминск, Сунтары, Вилюиск, Нюрбай и так далее. Кроме того, что мобильные высококвалифицированные хирурги республиканских учреждений будут проводить выездные операции в районах, они еще будут обучать специалистов, своих коллег на местах, чтобы они могли сами делать операции такого уровня в последующем. Практическая значимость нового проекта велика. Сейчас еще больше якутян смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь на местах, и такие мероприятия могут помочь спасти жизни многих людей.